В самом начале я показывала, я сейчас включу демонстрацию экрана, я вам показывала вот такие вот интересные значки. Давайте напомним, кто это у нас? Видно, да, мой экран? Да, видно. Кто у нас в левом углу? Airbnb, да, Airbnb. Как он расшифровывается? Вы знаете, что такое? Air bed and breakfast. Ну-ка, помогайте мне, переведите. Небесный. Кровать? Нет, air. Воздушный. Да, кровать. Знаете, как это у нас есть такое понятие, когда нету кровати, но есть такой матрас. Он не совсем матрас, он занимает мало места, но когда мы его надуем, надувной матрас. Если вы слышали о самом сервисе, это очень большой сервис, очень крупный, им пользуются миллионы людей по всему миру. Десятки, сотни миллионов людей, у них капитализация большая. То есть название, значит, у нас надувной матрас и breakfast. Breakfast – это? Завтрак. 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 Я хочу сказать, ребята, вы знаете, вот Airbnb сервис, он развился просто из-за того, что когда-то двое молодых людей, а потом к ним присоединился третий, озаботились своей проблемой, а потом решили посмотреть, как ее можно продать. То есть всем вам скоро будет, разве школьники, наверное, пока нет, если среди вас есть студенты, и студенты, которые обучаются не в своем городе, они сталкиваются с такой проблемой, где бы разместиться. Хорошо, если есть общежитие, если нет общежития, надо снимать квартиру. Так вот, Airbnb как раз озаботились о том, что много людей приезжают в города различные, кто-то там проживает, обучается, кто-то приезжает чисто на какие-то конференции, выставки, кто-то путешествует. И вот, чтобы снять номер в гостинице, это очень дорого. А на самом деле, когда вы приезжаете в новый город, например, попутешествовать, вы мало времени ведь будете проводить непосредственно в помещении, правильно, в гостиничном номере, например. Вы будете больше проводить, осматривая достопримечательности города. И вам на самом деле достаточно всего лишь там места, чтобы уютно поспать, может, позавтракать, а дальше вы все можете сделать уже вне этого помещения. Так вот, они придумали этот сервис, это площадка, на которой могут разместить свои предложения держатели квартир, и туда же могут прийти простые люди и снять. Но в чем была суть? Таких же много. Какие еще вы знаете аналоги? Наверное, никогда не путешествовали. Или вы стесняетесь говорить? Про что, про что? Про сервис, на которых можно снять номер, гостиничный номер, или там дом, квартиру. А я селс? Три благо. Да, а еще? Букинг. Букинг, молодцы. Да, вот в чем была и фишка. Знаете, они сами озаботились тем, что им надо было, да? То есть дешево и сердито где-то провести там время поспать, завтрак и дальше уже по своим делам. И они подумали, они составили карты эмпатии, а что нужно людям? Почему много сервисов, а не все сервисы такие успешные? То есть и тут стали задумываться о том, что когда вы снимаете, у кого такое часто бывало, на картинке одно, по факту вам, как это говорят, ожидание висит реальность, да? Ожидаете вы одно, приходите, а там совсем другие условия. Есть такое? Аудитория молодая. Хорошо, понимаю, не было. Но на самом деле, да, человек всегда боится. Боится, что он купит не то. То есть все это проанализировав, Airbnb, они решили, что, во-первых, у нас будут отзывы, но, как вы все сами уже, наверное, столкнулись, отзывы могут писать и владельцы бизнеса, хваля себя, да? То есть это не всегда объективно. Во-вторых, они пошли даже на то, что там приглашали независимого фотографа, чтобы фотограф приходил и делал фотосъемку вашего помещения, чтобы не получилось, что вы выкладываете там картинку, где все очень замечательно, уютно, там, дорогой, я не знаю, там, дизайн дорогой, да, хорошая мебель, а по факту к вам приедут, а там все очень такое дешевое и вариант хостела. То есть очень важный этап карты эмпатии. Вы не сделали этот момент, ну, ничего страшного, я понимаю, вам не совсем это все знакомо. Я предлагаю нам с вами сейчас вместе составить быстренько такую карту эмпатии. Для чего? Вообще, на самом деле, хорошо услышать, ну, говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А я бы добавила, лучше самому один раз делать, когда вы что-то сделаете, вы это и лучше запомните, и вы поймете, какие есть еще трудности, какие у вас возникают вопросы. Хорошо? Согласны вместе со мной сейчас составить карту эмпатии? Ребят, я вижу у нас... Да, я вижу у нас в чате, да, написали все университеты, да, да, да. Это, видимо, вы отмечаетесь, да, какие университеты есть. Давайте сейчас я вам вышлю ссылку вот здесь в чате, и мы с вами вместе, да, поработаем в приложении, вы, наверное, знаете Jamboard приложение? Знакомо? Да. Да, Jamboard. То есть вы знаете, что там, если кто-то нечаянно удалит, у всех есть доступ, мы с вами все равны. Поэтому, пожалуйста, просто так не удаляем. Хорошо? А то получится, что кто-то делал-делал, а одним нажатием неудачно клавиши у нас все это удалится. Я сейчас копирую ссылку и вам вот здесь вот вышлю. А мы с вами поговорим о таком, наверное, распространенном. Вот тут я надеюсь, я понимаю, что где-то вы молодые, чего-то вы не знаете. У меня вопрос. Вы все гладите себе одежду? Да. Да? Да. О, мне кажется. Хорошо, тогда вам будет понятнее. Смотрите, я в чат высвала ссылку на Jamboard. Видели здесь у нас в чате? Да, да, да. Да, сейчас я его вот здесь вот выведу. Вы можете все зайти и поучаствовать. Я задала вопрос вам. Видно на моем экране, да? Карта импатя, да, вот я вижу, у нас присоединяются. Значит, в центре мы помещаем своего пользователя. Когда вы будете разрабатывать проекты, вы должны будете понять, для кого вы делаете. Нам сегодня уже напомнили, что оп, уже кто-то двигает. Молодец. Только главное не удалите. Мы помним, что самые две важные функции в дизайн мышления, два важных условия. Это, во-первых, у нас интересы пользователя, мы должны быть эмпатами. И второе, мы должны думать вне коробки, думать нестандартно. Я вам хочу показать пример. Помните, в прошлый раз я говорила на примере банковской карты Каспи Банк. У нас, ребята помнят? Да. Вот такой же опыт. Давайте, вы все говорите, мы гладим. Вот в центре у нас человек, для которого мы что-то будем разрабатывать. Причем я зайду чуть-чуть назад, чтобы вам показать, как это работало. Давайте так вспоминаем. Нам надо что-то погладить. Что мы первым делом будем делать? Тавтология, да. То есть помните, я говорила, надо встать в тапки, прожить опыт пользователя. Итак, я хочу понять. Вам надо погладить рубашку молодым людям и девочкам платье. Давайте, у вас важное мероприятие какое-то торжественное. Первым делом, что вы делаете? Возьмем утюг. Что? Возьмем утюг. Хорошо, возьмем утюг дальше. Правильно, прям степ-бай-степ. Что делает человек? Нагревает. Нет. Вот прежде чем подключить, воткнуть в розетку, вы, наверное, выбираете, да, куда вы поставите. Я понимаю, что сейчас у многих, наверное, есть гладильные доски. Но ведь у кого-то и нет гладильных досок. То есть вы должны выбрать, либо где-то у вас рядом со столом, либо кто-нибудь гладит на полу, постелить что-нибудь. Нет таких? У меня пора, отпариватель. Я, я, я. Хорошо. Отпариватель, вот мы и придем, как вы были. Значит, раньше и до сих пор есть, что вам надо найти сначала, правильно, какую-то удобную площадку. Давайте будем так. Я буду писать стикерами белыми, что надо делать. Вы будете, ух ты, кто-то уже рисует, будете писать, что испытывает, да, пользователь. А потом мы будем писать, что предложил для этого дизайн-мыслитель. Все, найти удобную площадку. Всем понятно, да? Первый шаг. То есть вам надо понять, куда же подключить, какую розетку воткнуть. Что вы испытываете при этом? Какие эмоции? Эмоции очень важны. Чувства, эмоции. Помните, он показал, любит, не любит, испытывает стресс, нравится. Вот когда вы ищете удобную площадку, давайте те, у кого нету отпаривателя, расскажите мне. Если я вам все буду рассказывать, это будет... Чтобы не прожгло хотя бы что-то, когда гладишь. Страх. Мы дойдем до этого страха. А давайте вот, когда вы ищете площадку, куда подключить розетку, у вас развеется страх? Сосредоточенность. Востребованность. А эмоции какие? Изыскание. Нет, ну смотрите, например, мне нужен стол, мне нужен тяжелый стол пододвинуть, да, или мне надо постелить что-то нахуй. Страх. Или надо предпринять усилия. А какие эмоции, эмоции? Растерянность. Растерянность. Ну может быть, а почему нет? Подумаешь, так, я сейчас вот на этот стол подключу, ну давайте, пусть будет, я специально говорю, пусть будут ваши. Если у кого-то есть, вы можете, пожалуйста, сказать, вот я, поднайти удобную площадку, растерянность. А если я сюда подключу, там, никому не помешаю, да, а у меня будет достаточно места, растерянность. Хорошо, следующее. Значит, представьте так, что у вас, давайте чуть-чуть назад, я так понимаю, нам здесь сейчас 18, есть ли? 18, 20? Нет? 15? А есть, 18. Не совсем, чуть-чуть. Да, да, есть 18. Вот, но имею в виду, что вы все очень молодые, но вот если вспомнить время моей молодости, у все утюги были стандартные вот такие шнуры. У вас сейчас шнуры у всех длинные? Либо, даже если шнур не длинный, на самом деле, короткий шнур, он тоже сюда. Ладно, у вас нету, молодые. Окей, я слышала про какой-то страх. Давайте дальше. То есть, я постелила что-то на пол или пододвинула стол, включила утюг. Дальше что мне надо сделать? Прям степ-бай-степ. Что делаю дальше? Разложить ткань, ну, материал. Хорошо, разложить ткань, потом. Вот вы выставляете нагрев утюга. У всех утюг нагревается так, чтобы не прожечь какое-то платье, да, ваше утюг? Да. Настроить. Настроить. Вам надо настроить. Какие вызывают у вас эмоции? Чувство ответственности. Сосредоточенность. Сосредоточенность. Нет, эмоции, эмоции. Радость, я волнуюсь, мне страшно, я переживаю. То есть, сосредоточенность или сосредоточенность? А именно эмоции, потому что... Режение. Осторожность. Настроить. Настроить жар утюга, напишу я, да? Так, у нас там кто-то разговаривает так активно на заднем фоне. Смотрите, настроить жар утюга. И какая у нас эмоция? Вы, кстати, я же вам дала ссылку, пожалуйста, ребят. Осторожность. Настороженность, да, еще что? Пожалуйста, у вас есть ссылка, вы можете все, настороженность, обеспокоенность, да? А вдруг я сожгу? У меня впереди мероприятие. Если сейчас я поставлю чуть-чуть горячее, что произойдет? Ну как? Вы же говорите, что вы уверенные пользователи. Ну, самое главное, быстро сделать. А что произойдет, если у вас будет чуть-чуть горячее, чем необходимо? Ну, прожжете. Смотрите, у вас есть доступ. Пожалуйста, пишите тоже. Давайте. Какие еще дальше? Настроили жар, стали гладить. Во время глажки о чем вы думаете? Во время глажки о чем вы думаете? Молотенце. Молотенце. Хорошо. То есть вам нужно что-то, чтобы не прожечь ненароком свое платье выпускное, там, я не знаю, или красивую шелковую рубашку. Она же тоже достаточно легко может, да, сжечься. Что мы делаем? Мы берем... Ну, ребята, у нас с вами должно быть интерактивно. Почему? Если вы сейчас на том примере попробуете, вы потом на сложном этого не поймете. Вы можете прямо писать. Кто-то писал, аккуратность выполнения. Хорошо. Но это не эмоция. То есть вы проживаете каждый шаг вашего пользователя. Он берет тряпку или полотенце, или марлю. Причем, что он делает с этой марлей? Ровно раз. Нет. Сначала нужно намочить. Молодец. Сначала нужно намочить. Он идет куда-то в ванну, он ее мочит, он ее выжимает, правильно? Причем, если вы возьмете очень мокрую, у вас там будет просто лужа на скале, правильно? Вот видно сразу, кто гладит, а кто нет. А кому мамы гладят? Да? Хорошо. Значит, что мы делаем? Мы что-то там, манипуляции с какой-то марлей на пешок. Какие при этом вы испытываете эмоции? Быстрее. А то мы с вами не успеем. Осторожно. А что вам вообще нравится это? Руки мокнут. Руки мокнут. Потом какой обычно делаете? Холодный. Холодный, неприятно, да? Такие эмоции, чувства. Давайте, кто этим всем делает? Эмоции, ваши эмоции. Интерпение может какое-то. Чтобы побыстрее. Кто-то там уже в таких буфе как будто бы распыляет. Нет? Да. Причем можно же что-то распылять. Не обязательно марлю мочить. Я не знаю, как вы. Очень давно это было искусством. Я, например, когда гладила в школу еще себе галстук, я помню, что... Ну, вообще мы учились набрать вот в рот воды и потом сделать так. Причем сделать так, чтобы оно равномерно, равномерно по всей царе распределилось. Сейчас никто так не делает? Не делает. Почему ваши мамы так делали? Потому что вот дизайн-мастуители уже посмотрели. Я вам хочу показать в работе. То есть, понимаете, это было неприятно. Почему? Ты должен был распылить это равномерно. Разбрызгать как-то. Потому что если вдруг ты сделаешь это неправильно, опять у тебя там лужа. Эту лужу потом утюжить очень тяжело, ткань остается влажной. Хорошо, раздражение. Дальше. И еще. Вот мы гладим. Волнение. Отлично. Волнение это на какую? Вот сюда рядом с раздражением поставлю. Да? Спасибо. Вот вы можете тоже делать. Дальше. Вот мы гладим. Какие у нас еще? Вспоминайте, вам надо прожить каждый. Я вам специально показываю этот пример, чтобы вы поняли. Каждый момент важен. Что еще мы делаем? Хорошо, мы погладили что-то. Например, у нас есть рукава. Кто гладит рукава? Знаете, как удобно гладить рукава? Или какие-то стрелки? Есть такие. Хорошо. Ну, сейчас есть специальная такая стойка, гладильная доска. И специально отдельно еще для галстуков есть. И для рукава их там можно гладить тоже. А у вас это есть дельнас, да? Вы этим пользуетесь? Да. Да, хорошо. А не у всех же есть, ребят? Да. А у кого нету, какие эмоции? Вот видите, это дальше пошли, уже подошли. Так, чтобы стрелки были еще на другом месте. О, стрелки. Стрелки это вообще... Кто стрелки гладит? Так. Какие испытываете эмоции? Вопрос. Кто делает стрелки на брюху? В основе своей негативной эмоции. А конкретнее? Конкретнее какие? Ну, иногда они съезжают. Это вызывает агрессию. Агрессия? Раздраж... Да, еще какие. Я прям пишу разглаживание стрелок. Я вас понимаю. Представляете... Я написала разглаживание стрелки. Пожалуйста, вот прям нажимайте стикер, да, делайте его желтым или оранжевым цветом и пишите эмоцию с разглаживанием стрелок. Ну, честно пишите. Ну, почему бы нет? Хорошо. Допустим, вы погладили у вас две стрелки, потом надо опять сделать одно. Это же стресс. На самом деле это стресс. Дальше. Раздражение. Я поставлю рядом с разглаживанием стрелок. Правильно? Теперь дальше что делать? Например, что мы погладили? Допустим, причем там очень много еще есть шагов. Ну, мы с вами хотя бы глобально. Все мы погладили. Все у нас красиво. Мы взяли, надели свое платье или там красивую рубашку, наглаженные брючки и пошли на свое мероприятие. Оно у нас там какое-то торжественное. Мы гладим непосредственно перед выходом. Вот мы ушли. Такие у нас бывают эмоции. Страх не выключить утюг. Есть? Боишься. Ну, оставил включенный все. Есть, да. Или, например, когда выключили, но он же еще до сих пор горячий, вдруг кто-то подойдет и нечаянно что-то возьмет. А что у нас будет тогда в итоге? Беспокойство. Нет, если мы не... Вот страх возникновения пожара. Я правильно написала? То есть мы почему переживаем? Потому что мы думаем, если мы не выключили утюг, то может возгореться. И пока мы там на своем мероприятии танцуем, приятно проводим время, у нас может быть пожар. Напишите, пожалуйста, вот здесь эмоцию. Хорошо? А еще скажите мне, страх возникновения пожара. Хорошо. Это же на самом деле, как часто такое раньше было, особенно раньше? Я сейчас расскажу, почему раньше, сейчас уже в меньшей степени. Когда уходишь на работу и думаешь, выключил, не выключил, возвращаться назад, проверять. Или надо идти на работу, а может у вас там экзамен. Вот теперь посмотрите, навязчивые мысли это да, а навязчивые мысли могут привести вообще к стрессу и депрессии, правильно? Все веселятся, а вы на этом мероприятии сидите как на раскаленных углях и думаете, да? А вдруг не выключил? Да нет, наверное, выключил. Что-то я не помню. Ну, конечно, я не помню, я же был. Я красиво одевался, я душился, я там наносил мейкап. Или мальчики там расчесывались и так далее, да? Вы не помните. Вот теперь смотрите, карта эмпатии для чего? Чтобы дизайн-мыслитель подумал, он прям пойдет дальше, и мы теперь пойдем, какие решения. Вот, вы понимаете, в карте эмпатии главное не просто пройти каждый шаг, а понять, что чувствует человек или с какими трудностями он сталкивается. Сейчас мы с вами сделали упрощенно. Смотрите, найти удобную площадку. Что сейчас нам предлагают? Дильнас. Я точно знаю, у вас это есть, потому что у вас есть... Гладильная доска. Да, раньше ее не было. То есть вот она была в примитивном таком каком-то состоянии, это 80-90-е годы, что-то деревянное. Сейчас она у вас удобная. Кстати, вот здесь никто не сказал про то, что это неудобно. Удобно всем гладить? Особенно девушки, наверное, которые много гладят. Например, надо перегладить постельное белье, погладить себе маме, папе, братишке на неделю вперед. Удобно, да. Да, смотрите, во-первых, еще неудобно всегда... Кстати, мы постелили на пол и вот это все гладим. У нас потом как минимум что-то там побаливает. Но у вас-то нет, вы еще молодые, наверное, но все равно. Так, неудобно, допустим, болит спина, напишу я. А еще это занимает очень много времени. Да, вот, кстати, никто не сказал про самый главный ресурс, самый бесценный ресурс, который у нас есть, который ни за какие деньги не купишь. Значит, вот здесь вот нам предложили гладильную доску, правильно? Потом мы пойдем дальше, еще больше предложили. Давайте все, что у нас уже предложение, я сделаю таким зелененьким, да, цветом и поставлю, вот, найти удобную площадку. Хорошо, теперь смотрите, дальше у нас настроить жар утюга. Настроить жар утюга. Раньше это было трудно. У нас были такие вот точечки, один, два, три, между ними прям расстояние очень маленькие. Сейчас у нас на утюгах нам предусмотрели режимы. Правильно? Есть ссылка, ссылка написана, кто там написан, или у кого какие? Ну, там по словам написано, в каждом разделе, да, жар. Можно двойной пар сделать, можно одинарный пар сделать, по-разному. Хорошо, предусмотрены режимы, напишу я вам просто вот так. Между прочим, так, вот здесь вот. Манипуляции с марлей. Помните у нас, чтобы не сожгло? На самом деле решений тоже предлагалось очень много. Скажите мне, пожалуйста, какие решения предлагались? Во-первых, были очень разные подошвы. Марля. Да, вы знаете, что там керамическое покрытие, тефлоновое и так далее. У кого-нибудь, видели, вот так вот отдельно была насадка такая железная, которую на утюг можно было на подошву надеть. Видели? Да. Да. То есть пошли по-разному. Для того, чтобы сейчас антибригарные, да, какие-то вот, керамические явно есть. Хорошо. Чтобы вы уже не волновались, чтобы у вас снять раздражение. Хорошо, давайте дальше пойдем. Страх возникновения пожара. Как сейчас с этим борются? Ребят, на самом деле сейчас у многих утюгов есть такая функция автоотключения. Вы знаете, да? То есть если у вас утюг, допустим, в течение, допустим, пяти минут не двигается, он автоматически отключается. И это сделано сейчас у большинства утюгов, правда? То есть даже если вы ушли, и вы знаете, что у вас утюг с такой функцией, вы можете спокойно на своем мероприятии расслабляться, что там, флексить, обмениваться мнениями, обогащаться знаниями, опытом и так далее. Потому что вы знаете, а мой утюг, он с функцией автоотключения, и он точно отключится. А теперь смотрите, вот если у нас неудобно, болит спина, то есть мы можем сказать, что гладильные системы сейчас дают возможность под любой рост, правильно, подстроить. То есть это может быть и ваша там высокая мама, и невысокого роста младшая сестренка погладить, или может быть, если парни гладят тоже высокие, они могут себя поднять. А вот самое интересное для меня лично – это время. Я не знаю, как у вас, свой опыт расскажу, то есть вы еще просто молодые. Когда я вышла замуж, мы жили вместе с семьей мужа, значит, у меня суббота была, это уборка квартиры, стирка, а все воскресенье, половину воскресенья занимала глажка. На самом деле там надо было перегладить, я сидела часа 3-4 и только гладила все постельное белье, допустим, костюмы, детские вещи и так далее. А время у нас уходило очень много, и времени этого, к сожалению, не вернуть. Вот как вы думаете, а как можно с этим, какой можно предложить вариант решения, чтобы человек не тратил вот драгоценное время, время, которое он может посвятить себе, на то, чтобы там заняться хобби, либо заняться саморазвитием, либо внести какой-то вклад в общественную деятельность? Как вы думаете? Постельное белье не гладить. Не гладить? Хорошо, постельное белье можно не гладить, но все-таки мы же еще свою одежду разглаживаем. Но когда одежда нужна, когда погладить, она просто склассивала по полку. Знаете, на самом деле сейчас уже есть такие системы, и они у нас в магазинах, вы, наверное, знаете, такие, как шкафы LG, в которые можно повесить одежду. Она не только разгладится, там пар, который разгладит одежду, причем там можно закрепить брюки, и у вас будет идеальная, говорят, стрелка, честно, не пробовала, потому что система дорогая, но она есть. И мало того, там проведут даже вам легкое бактерицидное действие, то есть там обеззаразят, у вас будет свежая одежда пахнет свежестью, и она будет разглаженная. А одежда стоит дорого, но вы пришли, повесили свой костюм, платье и так далее, в шкаф, запустили режим, и он у вас разглаживает, освежает и так далее. То, что у нас занимало много времени, вызывало вот столько много разных эмоций, подчас эти эмоции были не самые лучшие, да, а сейчас это все, оказывается, заменяется. И я думаю, что это не предел. На самом деле, как я вам уже говорила, мы же и летаем на самолетах, хотя 200 лет назад, как вы мне сказали на прошлом занятии, что сделали бы с таким человеком? Дурак. Дурак, это самое минимальное, а что вы сделали? Ага, значит, не помните. Что сделали? Сожгли нас костре. Сожгли нас костре, да. Да, на самом деле, вот, а сейчас мы спокойно пользуемся всеми этими благами, правильно? Хорошо, ребят, скажите, пожалуйста, что бы вы еще добавили в эту карту эмпатии? Что еще мы вот, допустим, по утюгу? Простой кейс, утюг. А вот ли тишина? Ага, я смотрю чат. Родить детей, которые будут гладить. Асанжар, отличное предложение. Только представляете, пока они достигнут того возраста, что они начнут вам гладить, это пройдет не один десяток лет. Плюс их надо же еще воспитывать, одевать, обувать, заботиться, переживать. Оно того стоит, что рожать детей только ради того, чтобы они гладили. Легче, наверное, нанять кого-то, кто будет приходить и гладить. Хорошо. Так, жестоко, однако, Саня. А жестоко про что? Про предложение, наверное, ради детей? Ага, мы создадим им условия. Еще посредника. Ого, тут уже у нас креативно. Но мне кажется, не так надо искать. Понимаете? Эдвард. Эдвард, да? Надо искать по-другому. И в других местах. Хорошо. Давайте дальше пойдем. Я вам включу сейчас демонстрацию экрана, на том, где мы с вами остановились. Вот они, примеры. Customer Journey Map мы сейчас как раз делали. Мы прошли, вот, помните, каждый шаг. Мы посмотрели, какие эмоции испытывает наш потребитель услуг, наш пользователь. Видно, да, мой экран? Скажите, пожалуйста. Да. Да, 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 все видно. Да, видно. Это был первый этап. Этот этап назывался у нас эмпатия. Правильно? Эмпатия, мы говорили, что это осознанное сопереживание. То есть эмпатия – это умение включиться в переживания и опыт других людей. Понять, что на самом деле их волнует, их потребности и желания. Возможно, никто бы вам, кто пользуется утюгом, не сказал, вы знаете, когда я ухожу, я прям сильно переживаю, у меня включенный, не включенный утюг остался. Они бы вам просто сказали, когда вы спросили про утюг, ну, что он там сильно распаривает, не разглаживает, слабенький и так далее. Или, может быть, ожог, кстати, мы с вами не прошли, что там бывает такое, что люди боятся ожога. Никто не обжигался об утюг? Много раз было такое, очень много. Знаете, если сказать, какие болезненные ощущения, на самом деле их и тоже можно решить, ведь сейчас у нас есть индукционные электрические печи. То есть они вроде как бы дают жар, они готовят пищу, но они не горячие. То есть, поэтому вам надо понять, что на самом деле волнует. Эмпатия – это главное качество дизайн-мышления, так как именно она позволяет отстраниться от своих предположений и убеждений о мире и взглянуть на проблему глазами пользователя. Настоящий дизайнер всегда эмпат. Он ищет решения, которые будут наиболее комфортны для человека в повседневном использовании. Я хочу, ребят, чтобы вы вот запомнили это. К сожалению, у нас последние десятилетия, ну вот весь опыт Советского Союза, вы тогда не жили, но вы, наверное, что-то слышали. У нас производилась продукция, товары, но они не были для людей. Они были такие, какие-то, мы не знаем, дешевые, стандартные, все одинаковые. То есть приходишь в магазин, всем одинаковые ботиночки, и мальчикам, и девочкам, да? Почему раньше говорили, если вы видели фильм «Ирония судьбы», нет, не «Ирония судьбы», когда у нас мальчик и мальчик. Как, ну-ка, подскажите служебный роман? И когда там говорят, выкинули батнички, о, сапоги, когда приходили, говорили, итальянская обувь, это говорили, о, не было просто в системе. И, к сожалению, сейчас у нас то же самое, пережитки остаются. То есть создаются продукты, проекты, товары, но они создаются шаблонно, так, как когда-то кто-то делал, или так, как мне легко сделать. И мало кто, когда думает о том, что надо людям, а вам надо думать с помощью дизайн-мышления именно, что будет востребовано человеку. Помните, кстати, я сейчас вот вернусь еще чуть назад, мы с вами поговорили про Airbnb, а это у нас Atlantic Virgin, и кто у нас его основатель? Ричард Брэнсон. Да, Ричард Брэнсон. То есть почему его компания была успешной, вы знаете? Она решала проблему, которая была у людей. Она была направлена именно на людей. Как к нему пришло вообще это в голову? Помните, Airbnb говорила, им самим негде было спать, они решили там где-то на чердаке кинуть матрас, вот просто надувной матрас и выложить в сеть. Вот Ричард Брэнсон однажды путешествовал с Европы в Америку, и когда он уже разместился в самолете, тогда у него еще не было своего предприятия, он понял, что в зале ожидания аэропорта забыл свой кожаный плащ. Выйти уже не представлялось возможным. Он попросил стюардесс и сказал, что вот я там забыл, пожалуйста, можно ли было бы передать. Она сказала, да. Часто, кстати, такие вопросы, они остаются открытыми, вы знаете, что иногда пропадают целые багажи, потом эти багажи вообще распродаются. А тут где-то там забыл в зале ожидания пальто, да, или там плащ кожаный. Так вот он был очень удивлен, когда он прилетел в пункт назначения уже там на территории США, и при выходе ему вручили этот кожаный плащ. Оказывается, они нашли и отправили другим рейсом. Тогда летали более быстрые самолеты в Конкорде. Этот самолет с плащом прилетел даже быстрее, чем он добрался. То есть это же трансатлантический перелет, он длительный. И вот тогда он подумал, как хорошо, что все сделано для людей. И все, что он делал, допустим, вот они разработали сайт заказов, билетов. Он был интуитивно понятный. То есть такое, что даже там, я не знаю, пенсионер зайдет или человек с ограниченными умственными возможностями, и он сможет разобраться, что ему надо вбить в пункт назначения, и сможет купить себе билет. Более того, я вот вам сейчас хочу рассказать одну такую фишку. Часто вы звоните куда-нибудь и ждете ответа. Ну, например, это банки, либо какие-то госорганы, когда вам говорят, ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь на линии. Кстати, такое бывает, когда звонишь 103, 102, да? Бывает? Да, да, да. Какие эмоции вы испытывали? Раздражение. Раздражение. А чем дольше вы слышите, ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь на линии, вам ответить дальше. Да, еще больше раздражение. Вот. А что сделал Ричард Брэнсон? На самом деле, когда к нему дозваниваетесь, там вы слышите его голос, он говорит, здравствуйте, это Ричард Брэнсон, я основатель компании. Конечно, это безобразие, что вам не отвечают. Давайте так, если вам в течение 18 секунд не ответят, мы вам предоставим скидку 450 фунтов. Итак, я начинаю отчет. 18, 17. Вот вы звоните, вам надо приобрести билет, да? Тут вы слышите, что вам сразу не могут ответить, но основатель компании говорит, если в течение 18 секунд вам не ответят, мы дадим вам скидку 450 фунтов стерлингов. Ваши эмоции. Вау. Радостное раздражение. Раздражение. Раздражение какой-то. Раздражение. Хорошо. Если раньше вы хотели, чтобы вам быстрее ответили, то что вы хотите сейчас? Вы хотите, чтобы вам ответили? Охотно, чтобы не отвечали вообще. 19 секунд. 18 вы уже смотрите ваша эмоция поменялась то есть у вас есть азарт и даже вы не расстроитесь от ожидания и даже обрадуетесь если они не успеют за 18 секунд правильно потому что представлять вот это ожидание она сэкономит на 450 фунтов стерлингов представляете какая сумма смотрите как он поменял эмоцию на самом деле в основном у них успевали все ответить бывало что не успевала и предоставляли реальные скидки опять-таки тут смотрите какой уход интересный человек не уходил конкуренту он покупал со скидки пал то он у ричарда брэнсона то есть если самолет летит и в нем допустим из например 200 посадочных мест 100 раскуплены а 100 пустые можно их со скидкой продать главное не упустить клиента правильно и вы поменяли отношения то есть человек уж думает какая интересная компания как они обо мне заботиться есть такое не уверена хорошо хорошо мы пойдем дальше смотрите у нас первый этап эмпатия второй этап у нас фокусировка эту симпатию мы с вами так быстренько быстренько разобрали я не знаю насколько вы поняли но если вы будете дальше при разработке своих проектов ознакомливаться я вам размещу даже сегодня могу разместить на ду мы сегодня не успеем у наше третье занятие займет дизайн мышления пожалуйста читайте пожалуйста пробуйте да следующий этап фокусировка что значит фокусировка вот вы разобрали весь путь вашего потребителя вы поняли когда он встает что он испытывает каждый следующий его шаг теперь вы должны ознакомиться с этими результатами всех проведенных исследований и вы должны понять на какой вопросе вы будете фокусироваться то есть что вы будете решать помните наш утюг либо вы будете придумывать гладильную доску либо вы придумаете такую подошву которая не будет обжигать да либо может быть там еще что то то есть цель фокусировки сформулировать вопрос на который вы будете искать ответ на следующем этапе то есть ее иначе можно сформулировать как определение проблемы которую необходимо решить и это очень важный вопрос вот от этого этапа будет вообще зависеть ваш результат и я хочу сказать что дизайн мышления это не линейный этап то есть если в каком-то последующем это у нас второй этап правильные шести если вы на третьем на четвертом даже на штом этапе поймете что вы ошиблись вам надо будет вернуться на любой предыдущий этап обычно вот если эмпатию вы хорошо провели всегда возвращается на второй этап и вы должны понять кто будет ваш конечный пользователь то есть чью проблему вы будете решать и какого результата вы хотите достичь что будет являться успешным результатом вашего проекта ведь вы все будете разрабатывать проекты правильно чтобы эти проекты не были просто для галочки вы должны понять какой показатель будет характеризовать успешность вашего проекта что результат достиг следующий Это генерация идей. Генерация идей, когда вы уже сфокусировались, например, мы сейчас будем решать вопрос времени, или сейчас мы будем решать вопрос какой-то подошвы, которая не обжигает человеческие ладони, и при этом, может быть, она и не сожгет ткань. Почему бы два сразу? Вы должны точно понять, что вы решаете. Длину провода, какую-то систему отключения автоматического, либо какая-то антиожоговая поверхность. То есть на этом третьем этапе вы должны генерировать все идеи, причем думать вы должны вне коробки, вы должны подключать своего дивергента. Ну-ка скажите мне, что значит дивергентное мышление? Разностороннее. А что значит разностороннее? Ну и более открытое, нестандартное. Нестандартное, не зашоренное, да? А как вы думаете, среди вас сколько есть сейчас людей, которые обладают дивергентным мышлением? Большинство, я думаю. Это Владислав? Многие, мне кажется. Может быть, и нет их. Может быть, нет. Хорошо. На прошлом занятии мы с вами пытались придумать, да, меньшинство написали, да. Хорошо. Я смотрю, я сейчас чуть-чуть отвлекусь в чат. У вас в чате там интересно, да? Вы все озаботились тем, что вы нашли нестандартный подход. Вы решили все-таки родить детей, либо найти уже взрослых, усыновить друга. Интересно, а у взрослых, у них же есть свои родители. И потом вы думаете, знаете, я вам хочу сказать, маленькие дети – маленькие проблемы, большие дети – большие проблемы. И как-то это не совсем гуманно, усыновлять детей для того, чтобы решить такую проблему, как погладить себе вещь. Нет? Нет? Ну, они так не считают. Да, ну, вот среди вас есть. Я просто должна отвечать на ваш чат, я смотрю, да, что у нас в чате. Хорошо, меньшинство, скажите, пожалуйста, а кто такие, кто люди с конвергентным мышлением? То есть мы сказали, дивергентный у них стандартный, он думает… Взрослые. Взрослые люди. Ну, среди взрослых тоже есть дивергенты. А вы кто? Вы взрослые? Подростки. А нет. А у вас какое мышление? Конвергентное, скорее всего. Конвергентное? Конвергентное, скорее всего, да. Ну, я так думаю. Хорошо. Хорошо бы не дивергентное, а вы, когда решаете какие-то задания в школе, у вас ответы какие? Не должны быть. Неправильные. Нет, вы смотрите сзади учебника, чтобы подогнать свой ответ? Да. То есть у вас нету такого, а я решу её по-другому, пусть будет ответ какой-нибудь. Ну, бывает, смотрите, мы решаем, да, и чтобы сравнить ответы, мы смотрим назад. Если неправильно, тогда перерешаем по-другому делу. Ну, вот так вот, чтобы сравнить их, смотреть. Хорошо. Ну, на самом деле, вас в школе вынуждает, я помню, вот у меня младший сын, я в каком-то классе седьмом, значит, посмотрела его тетрадку, значит, там вот так вот пример, длинный-длинный, большой-большой пример, равно, и какой-то ответ. Я так удивилась, я смотрю сзади, говорю, он вообще не решал, просто, я не знаю, есть среди вас такие или нет, я вот чувствую, говорю, что он брал, открывал сзади учебник и писал ответ. Может быть, что-то решал, я так думаю, 30 там учеников в школе, может, не всегда я преподаватель успевал всё это проверить. То есть, вот тут вот я вижу в чате, дивергентное, туманное, юмористическое, обобщённое, конвергентное, буквально чёткое, логическое. Нет, Саня, на самом деле, вы, наверное, с нами на прошлом занятии не были, давайте я вам объясню, чтобы понятно было. Например, вы даёте ключ, и перед вами два человека, один с конвергентным мышлением, другой с дивергентным. Вы даёте ключ и говорите, вот перед тобой дом, там на столе стоит папка, в ней информация, поди вот и действуй согласно этой информации. Человек взял ключ, подходит, вставляет его замочную скважину, пытается провернуть, ключ не подходит. Человек берёт этот ключ, возвращается вам и говорит, я не могу попасть в дом. Всё, а другой человек взял, подошёл, воткнул ключ, он не подходит, он не расстроился, он пошёл, попробовал залезть через окно, залезть через трубу, разобрать дом, сделать подком. То есть, и вот в этом как раз разница. Как вы думаете, кто из них конвергент, а кто из них дивергент? Ну, второй случай, он какой-то негуманный получается. Взял, пролез в дом. Нет, у него задание в доме, там на столе лежит, там, файл с информацией. Да, я понял. Ну, второй тогда дивергентный. Второй по-любому, да, у него нестандартный, если раз, он залез, без проблем. То есть, дивергентный, это не туманное, юмористическое, обобщённое, а это человек, который будет пытаться найти разные пути и решить эту задачу. То есть, конвергент, он только вот чётко следует какому-то алгоритмическому порядку. Дивергент, он пробует многое. И вот для дизайн-мышления надо пытаться думать вне коробки. Потому что вот на этом этапе, когда вы даёте все идеи, этап генерации идей, вы должны вообще отключить своего критика и должны набрасывать много-много идей. Даже самые бредовые идеи, да, набрасывайте. Как вы можете делать, вы можете, помните, мы сегодня с вами писали на стикерах Джемборде, можете реальные стикеры. То есть, брать, пожалуйста, вы, наверное, фильмы видели такие, как думать, как преступник, или когда какие-нибудь расследования тоже берут и накидывают разные-разные варианты. Почему? Как, вы мне скажите, когда сыщик, детектив, я не знаю, полицейский успешен в поимке преступника? Да, расследуют тоже по-разному. Да, расследуют разные варианты. А ещё? Расследуют по-разному. Помочь как преступник. Помните моё? Я вам говорила, встать в тапки. Когда вы начнёте смотреть глазами преступника, это будет правильно. На самом деле, вы знаете, дистанционное мышление я преподаю два года уже, наверное, и один раз в Нур-Султане рассказал человек, он сейчас госслужащий, но, говорит, в своё время я был в сыске, и, говорит, в годах 80-90-х у нас действительно был какой-то убийца, и мы должны были поймать. Как мы его поймали, просто подтвердил, мы, говорит, нас собрали и сказали, давайте, представляете, вы преступник, мы там закрыли вокзалы, да, мы везде поставили посты, как вы будете уходить из города? И вот, говорит, мы сели и стали сами накидывать идеи, представили, что мы преступники, нам надо покинуть, просто покинуть город. Кто-то, говорит, предложил, а я бы, говорит, переоделся в женское платье, надел бы там парик, шляпу, очки и попытался выйти. Вот они стали проверять, ну, то есть они знали, у них была наводка, как выглядит преступник, это был мужчина, они стали проверять женщину. То есть реальный кейс, когда он сказал, да, это работа, когда вы начинаете думать и, причём, генерить разные мысли. Понимаете, почему я вас чуть-чуть пыталась растормошить на прошлом занятии, и сейчас говорю, надо думать нестандартно. То есть, если у вас команда, вы будете разрабатывать проект, кто-то будет придумывать что-то такое, что вам кажется бредовым, вы его, пожалуйста, не бейте по рукам, не говорите, нет, это вообще невозможно. Подождите, мы сейчас вот подойдём к этому, я скажу вам правила, то есть, или давайте я сейчас сразу, то есть, есть правило, одно из правил, да, это ошибаться раньше, ошибаться чаще, а ещё мне нравится никогда не критиковать. То есть, не надо критиковать, вы не говорите, это не пойдёт, вы лучше скажите так, да, а что, если попробовать чуть-чуть вот так, а ещё можно сделать по-другому, но не надо говорить, нет, вот ты унесёшь абсолютную чушь, потому что, ребята, вспоминайте, да, наш самолёт 200 лет назад, наши смартфоны, наши компьютеры, на самом деле, всё это у нас благодаря тому, что кто-то когда-то не побоялся придумывать, мечтать и находить какие-то решения, хорошо? На вашем уровне вы это тоже можете делать, но я не говорю, что вы нас сейчас изобретёте портал какой-то, хотя, кто знает, может быть, и да, но я вам потом покажу ролик, который показывает реализацию идеи, дизайн-мышления. Оружана, я хочу спросить, у нас ровно в 18.00 отключится, да, Zoom? Нет, нет, отключится. Чуть-чуть ещё, мы потом можем 5 минут, да? Ну, в тунец, я не собираю. Хорошо, ребят, вот кто останется сегодня, да, я вам покажу, ну, у нас ещё следующий будет этап, я и там покажу, часть сегодня. Вот смотрите, следующий этап, после генерации идей мы сгенерировали много разных идей, какие-то кажутся нам странными, какие-то невыполнимые. И вот теперь наша задача выбрать из всех этих идей, выбрать самую лучшую. То есть вся ваша команда, вы потом посмотрите в презентации, вот здесь написано, значит, как проходит, то есть этап эмпатии, сколько может это занимать времени, кто участвует, да, там, часть команды, вся команда и так далее. На каждом этапе это всё расписано. Вот когда у вас идёт выбор идей, вы должны тоже собрать всех своих, всю свою команду и мозговым штурмом прям посмотреть каждую идею, посмотреть её самые сильные стороны, посмотреть слабые стороны и в итоге выбрать одну, которая вам покажется реализуемой. То есть та, что технически вы сможете сделать сейчас, та, что реально сможет работать. Пятый этап, это этап, давайте пока прототипирование я вам остановлю, мы пойдём дальше степ-бай-степ. Сейчас я хочу вам показать ролик, ролик, а потом мы его с вами обсудим, хорошо? Так, сейчас мой бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Такие места, потому что оно выглядело очень страшно, и работники адаптировались к детям, ну, поняли то, что это, что, ну, в общем, вы меня, кажется, поняли. Да, я вас поняла, да, я знаю, я хочу, чтобы, ребята, вот смотрите, это радиологический госпиталь для детей, то есть это дети, которые серьезно больны, и они должны постоянно проходить диагностику, чтобы было понятно, лечение дает свои результаты или надо поменять протокол лечения. Вот сейчас вы видите, как раньше это все выглядело, то есть это все такое холодное, медицинское, это пугающее. Скажите, кто-нибудь из вас, это вообще аппарат МРТ, проходил когда-нибудь МРТ? Да. Ну, короче, какие у вас были ощущения? Очень долго и странновато. Ну, я не сказала, чтобы мне было страшно, я все так, я волновалась, ну, что будет, результат плохой какой-то. Да, ну, как вообще само происходит, то есть не все знают, то есть вы ложитесь, да, и вас вот так вот завозят в замкнутое помещение, а что происходит потом, кто проходил МРТ, расскажите. Это очень долго и как-то неприятно. Как завезли потом, там так... Барабан начинает стучать. Начинает стучать, там ток-ток-ток-ток, представляете, вот как бы не очень приятное ощущение, а это дети, дети маленькие, то есть они должны были лежать неподвижно, вам вас же предупреждают, что вы там лежите, правильно, чтобы были короче. А это было очень тяжело. Что делали? Для этого детей усыпляли. То есть им вводили препараты, да, погружали их в сон, чтобы они смогли там минут, я не знаю, 15, может 20, у кого как надо, пролежать. На самом деле эти снотворные, они также негативно влияли на здоровье детей. А мы же помним, что это у нас детки, которые серьезно больны, да, а представляете, им еще усугублять, вводить снотворные. То есть и решили, а что же сделать, как же быть? Стали вспоминать детей. Скажите, что больше всего любят дети? Мультики. Мультики. Мультики, еще что? Игрушки. Краски. Ну сейчас смартфоны. Сладости. Дети любят, ну сладости мы исключаем, да, играть. И вот они, значит, решили, а как же это можно? То есть, когда играют дети, они испытывают совсем другие эмоции. Им не страшно и не волнительно, им интересно. Кота. Эдвард у нас вообще так это, интересно мыслит и свободно общается в чате. Хорошо. Кота любят? Ага. Вот, возможно, и животных любят, да, дети. Смотрите, что они сделали. Они превратили вот эти холодные медицинские кабинеты в интересные, как сейчас модно говорить, квесты. То есть квесты, ты проходишь, да, какую-то игру. И вот рассказал там медбрат, что самый любимый квест это пиратский. То есть вы говорите, вот тут у нас пираты. Представляете, вот весь этот шум, ток-ток-ток, да, который происходит во время МРТ, можно объяснить и сказать, ты должен лежать тихо, чтобы пираты тебя не нашли. Мы сейчас там спрячемся в какую-нибудь там подводную пещеру, там же все разрисовано. И для детей элемент игры, он действительно сработал. Понимаете? И когда замерили, сказали, что маленьким пациентам стали давать успокоительное на 19% реже. Им стало интересно, сами дети, в самом начале вы видели, там было интервью детей, их родителей, что говорят, да, мы приходим, нам надевают вот эти шапочки. Ребенок уже, у него положительные эмоции, и в следующий раз он не боится идти. Если вы помните, как реагируют маленькие дети на людей в белых халатах. Может, из своего детства, может быть, братишки, сестренки, когда видят ребенок, человека в белом халате, то есть его приводят в больницу, в поликлинику, и там человек в белом халате. Они сразу начинают лапать, страх, страх. У них негативные какие-то ассоциации, прививку делали, укол делали, неприятные. Здесь вы посмотрите, они все одеты по-другому, у них интерьер другой, и на самом деле вот этот подход к дизайн-мышлениям помог деткам, и дети стали, видите как, и приходить туда с другими эмоциями, и меньше им стали делать вот эти препараты успокоительные, которые также плохо влияли на их здоровье. Вот смотрите, сейчас 18.05, мы с вами чуть-чуть задержались, мы не все успели, да, я так и предполагала, но ничего страшного, зато мы с вами попытались сегодня карту эмпати, еще один час, да, на следующей неделе в понедельник мы с вами добьем дизайн-мышления, и потом вас ждет, да, тема, у вас будет проектный менеджмент, после которого будет финансовая грамотность. Я сейчас хотела бы вам в чате разместить ссылку и попросить вас пройти, ну, это опрос как бы, да, анкетирование, опрос, можете сделать его анонимным, можете написать свое имя, фамилию, пожалуйста, по поводу финансовой грамотности. Для чего? Я хочу понять, какой у вас уровень, и хочу понять, что вам было бы интересно. Хорошо? Так, сейчас я ссылку возьму, и также я, наверное, скину в офисы Нактуса, да, Ружан, у вас же есть связь, то есть вы можете разослать, я так понимаю? Да, да, мы разошли. Вы можете разослать, ну, я сейчас вот просто вот здесь вот размещу тоже ссылку, сделаю короткий урл и размещу. Пожалуйста, пройдите, да, и потом вы можете написать свои пожелания, если вы что-то не понимаете, ничего страшного, потому что, возможно, что вы не знаете, там, что такое баланс, что такое АПИУ, а, возможно, вы уже и знаете. Вы знаете, у нас здесь есть студенты, студенты экономических вузов? Да. Есть? Да, есть. Есть, да? То есть вы уже проходили что-то, да, по финансовой, не знаю, дисциплине? Ну, так еще, не совсем. Не совсем. По чуть-чуть. По чуть-чуть, хорошо, мы тут тоже. Давайте тогда, я сейчас вот здесь вот вела, вот она ссылка, я ее вышлю еще в Инактус. Я заняла больше вашего времени, но сейчас давайте еще минутки две, две минутки, если у вас есть вопросы. Для меня вообще показать, а если вопросов нет, то либо неинтересно, либо ничего не поняли. Ну, вопрос есть, имеется в виду вот этот, вот вы сказали в команде, что если один человек сказал, что это такое непредсказуемо или что-то как-то не сделать, это невозможно его выслушать. А если с ними согласна вся команда? Нет, я же вам сказала, даже если не согласна, вы не должны говорить, что нет. Вы же потом будете выбирать, вы будете выбирать, у вас будет много идей, вы выберете одну. Но не надо сразу критиковать. Вы можете сказать, ну вообще-то идея твоя может быть где-то сыровата, а может быть так. То есть не надо говорить, что вот твоя идея совсем никчемная, ты что-то бред тут несешь. Я же говорю, помните о том, что все эти блага созданы теми людьми, которые в свое время несли бредовое. Просто, может быть, ваше командирщее, которое опережает наше время, какой-то гений, или может быть он решит. Знаете, в чем вообще проблема? То, что мы все мыслим шаблонно, и мы стараемся сделать то, что уже было. Это, конечно, хорошо, best practices, но иногда оно не совсем подходит нам. У нас есть свой менталитет, свои какие-то особенности, да, культурные и так далее. Надо пытаться. И я, знаете, еще хочу вам сказать одно, ребят, я верю, что все таланты, знаете, каждый из вас талант. Каждый человек рождается талантами. Не все могут найти свой талант, это другой вопрос. Может быть, тут не помогли родители, школа, общество и так далее, но каждый из вас талант. И, пожалуйста, не дайте вот таким оценкам забить себя. Вот я хочу сказать, есть такой курс у нас, брендирование, да, брендинг. Как вы думаете, кто бренды нашего государства, нашего Казахстана на международной арене? Кто является брендом, человек-бренд? Президент Миршатан Азербайев. Ну, вообще-то у нас президент... Димаш Хайберген. Да, Димаш. Головкин. Димаш Хайберген. Да, вы правы. И президент, и Ельбасы. Но вот у нас есть такие два человека, да, Димаш и Головкин. Я с вами абсолютно согласна. То есть помните, Димаш, вы видели, да, как он выступал у нас здесь, в Казахстане? И какие ему были даны оценки? Димаш, я отвечаю на ваши вопросы. Все критиковали его женский голос. Да, все говорили, у тебя женский голос, ты плохо поешь, это что такое, это позор. А теперь представьте, если бы вот он тогда, да, сказал, ой, блин, все это плохо пою, я уйду со сцены, это не мое. Мы бы лишились какого прекрасного певца. И как хорошо, что его признали, да, в Китае. Да, хорошо, что сейчас он нас радует. Поэтому, пожалуйста, Димаш, если вам кажется, даже, знаете, даже самые именитые члены жюри, они могут ошибаться. Мы все судим субъективно. Время, конечно, нас рассудит, но есть такой риск, когда мы даем по рукам, особенно талантам и гениям, они очень чувствительны. Мы можем просто потом закопать в землю какое-то большое явление, большой талант. Ответила? Если кто-то хочет добавить, пожалуйста, еще какие вопросы? Пожелания, может быть, вам что-то непонятно. Ребят, от вас очень тяжело сейчас получить обратную связь. Я читаю чат. Сегодня я вижу Эдварда, который очень активен, но я понимаю, что его активность куда-то, да, вот он тут Борат-2 написал, да, что типа брендинг. Но, к сожалению, да, Борат по Борату нас судят за рубежом, как бы нам не хотелось, есть и такое. Пожалуйста, ваши пожелания, все ли вам понятно, как я вам объясняю? Может быть, что-то где-то остановили? Да, все понятно. Да, думаю, всем очень нравится. Ну, хорошо. Да, очень интересно. Мне хотелось бы от вас получить обратную связь, и я скорректирую. То есть мне тоже нравится подстраиваться под аудиторию, чтобы аудитории было интересно и понятно. Хорошо. Вам большое спасибо. Если у вас нет вопросов, мы с вами встретимся в следующий понедельник. А, кстати, можно еще пять минут? Не держу всех, просто хочу сказать один лайфхак, который вам поможет. Я помню, я говорила, кто я, на самом деле, чтобы запоминать какую-то информацию, у вас будет большая информация, когда вы будете защищать, например, на чемпионатах, на нашем национальном, возможно, на международном, вы готовите для себя, да, блок информации. Иногда переживание мешает, и мы что-то забываем. И это реальный, ну, естественный фактор. Кто знает, как можно так запомнить информацию, чтобы все точно не забыть? Ассоциациями? Записывать. Нет. Записывать. Это их... Мне кажется, нахождение каких-то ключевых фраз. Да. Вот смотрите, я хочу с вами просто поделиться мнемотехникой. Почему я делюсь с ним? У меня тоже дети, мы с ними все это проходим, и я у себя использую, это работает. Значит, чтобы не забыть что-то, вам надо представить. Например, я представляю у себя один раз, вот я была на одном семинаре, мне понравилось. Например, если есть какой-то список, и в этом списке мне надо не забыть, а у вас это может быть ключевые выступления, да, ключевые слова, вы должны представить какую-то комнату. Например, вы заходите, ну, вот у меня это кухня. Я захожу в кухню, и сразу от двери у меня пошло, допустим, посудомойка, потом там мусорка, потом раковина, микроволновка, газ плита. Да, они у меня каждый день перед глазами, я знаю их последовательность, да, стол, там, холодильник, окно. И когда у меня есть какой-то список, я представляю, например, посудомойка, и из нее торчит морковка, большая морковка. Ну, это, допустим, список покупок, которые мне надо совершить. Я просто на примерах вам говорю, у вас это будет, например, что-то связанное с вашим проектом, да, представить всю команду, сказать там название, финансовые какие-то показатели, каждый воткнуть, вы просто берете и мысленно этот образ себе представляете. Например, посудомойку я воткнула морковку, потом в мусорке я увидела у себя капуста, я прям представляю, да, ух ты, у меня раковина, она вся полна помидор. А вот у меня там микроволновка, и на микроволновке я представляю, что там лежит что-то, например, если мне надо купить, я не знаю, мясо, да, мясо, вот прям. Или все, эти картинки, они могут быть какие-то вообще, знаете, сказочные, фантастические, то есть микроволновка вся обвита мясом, например. Этот образ у вас запомнится. И вы вот так вот пройдя, представив себе каждый какой-то, да, там, из списка вашего предмет или что-то, пару раз пройдите, сфотографируйте себе вот здесь образы, и вы запомните. И оно у вас отложится и через час, и через день, и даже через пару недель вы сможете вспомнить. Никто никогда такого не практиковал, не слышал? Я слышала. Есть книга, да, про это? Да, слышал, я не успевал. Да, а используете? Да, для изучения языков хорошо помогает. Работает, Камил? Да. То есть на самом деле это работающий метод. Особенно, когда вы готовитесь к чему-то волнительному, к экзаменам своим, да, к заступлениям, вы можете его использовать. Ну так, пару лайфхаков я буду каких-нибудь вам давать в конце. Просто как бонус. Тем, кто останется, кто захочется слышать. Все, мы с вами уже, да. Спасибо большое. Спасибо вам, Зали. Спасибо. Вам спасибо. Было очень интересно. Да, приходите, мы еще не закончили с дизайн мышлением. Спасибо большое. Вам спасибо. Было очень круто. Спасибо огромное, до свидания. До свидания. Удачи. И вам удачи. Спасибо, до свидания. До свидания. до свидания до свидания насчет вот этой ссылки на вопрос вы нам скинете да а вот она сейчас чате оружие я вот попробую открыть она почему-то у меня не открылась что я при вас сделала хорошо я могу скинуть я могу по ватсапу выслать странно что она не открылась из-за того что она короткая уже где-то месяц короткие ссылки не открываются я вот не знаю почему ну вот так хорошо что сказали давайте сейчас попробую не короткую вам вот сюда скинуть а вы посмотрите и скажете да надо было я не проверял у меня она отлично открывалась я поэтому так спокойно давайте сделаю длинную и сейчас вышлю вот так открылась открылась значит все время именно в коротке какое-то время назад достала вот примерно месяц я сама вот сколько опросы регистрации китая у нас всегда длинная короткая не открывается странно я всегда кидала короткую она удобнее было последний раз это было когда у нас перед сентябрем то есть середине августа я кидала еще было уже на с октябрь да наверное после уже не кидал эти ссылки хорошо у нас тут александр скалкин это с энактуса или это слушатель это слушатель а он наверно включил и ушел куда ты до сих пор нет нет я с анактуса не с офиса александр у вас есть какой-то вопрос а нет я просто вы так интересно рассказываете вас так интересно слушать приходите в понедельник хорошо обязательно общаемся да и так вас задерживаю все ну хорошо тогда оружие я прощаюсь до всего доброго до свидания до свидания